Дельфи 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 Это внутривенный препарат, который изначально был создан против другого вируса, Эболы. По данным Минздрава, Литве необходимо 2400 ампул данного препарата. И часть этого количества Литва планируют закупить индивидуально, а часть в рамках программы Евросоюза. На данный момент собираются закупить более 700 ампул Римдисивира. На минувший недель Еврокомиссия одобрила регистрацию данного лекарства как пригодного для лечения коронавируса. И это первое лекарство от коронавируса в Евросоюзе, которое было рекомендовано к употреблению. Римдисивир рекомендуется использовать взрослым подросткам в возрасте старше 12 лет, у которых коронавирус проявляется посредством воспаления легких. Надеюсь, нам не понадобится лекарство, но новость была полезной. Очень рад, что нам удалось поделиться с вами полезной информацией. Берегите себя и свое здоровье. Хорошего дня. Коронавирус в мире продолжает набирать обороты. В некоторых странах ситуация напоминает обещанную вторую волну. На данный момент в мире насчитывается чуть более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом. На фоне роста числа заболеваний США приняли решение выйти из Всемирной организации здравоохранения. Об этом в среду в Твиттер сообщил сенатор Боб Менедес. Президент США Дональд Трамп выдвинул Всемирной организации здравоохранения ультиматум. Он считает, что ВОЗ потакает Китаю и требует проведения реформ в организации. Позже Трамп заявил о приостановке выделения средств ВОЗ, пока проводится проверка, цитата, «провальных мер в ответ на вспышку коронавируса». Конец цитаты. Также Трамп отметил, что ВОЗ проигнорировала сообщение о вспышке вируса в Ухане в декабре 2019 года, знала о степени опасности нового коронавируса, однако поделиться этой информацией с миром не поспешила. США занимают первое место по количеству заразившихся коронавирусом. Их число составляет чуть более 3 миллионов. На втором месте Бразилия, в которой 1 миллион 600 тысяч зараженных. Стало известно, что заразился и президент Бразилии. Ранее он преуменьшал значение коронавируса, называя его обычным гриппом, но в конце июня суд принудил его носить защитную маску. К сожалению, не помогло. В России число заразившихся постепенно уменьшается, однако 60% российских врачей, согласно проведенным социологическим опросам, не доверяют официальной информации и считают, что число летальных исходов от коронавируса преуменьшено. Субтитры предоставлены социологическим опросам, а это хорошо. Галю с колбатой русушкой. Хотите, мы расскажем вам новость? Пожалуйста, расскажем. Знаете ли вы, что Минздрав Литвы опубликовал новый список стран, по возвращению из которых требуется 14-дневная изоляция? Да, да, я слышал. Я думаю, вам будет интересно узнать об этом больше. Страну пополнили 7 стран. Румыния и Болгария, в которых ситуация с коронавирусом из-за открытия границ стала гораздо серьезнее, а также британские и Виргинские острова, Сейшелы, Джибути, Сан-Марина и Эсвантини. Зато из списка вычеркнули Пакистан и Центроафриканскую республику, и всего в списке на данный момент 63 страны. После принятия обновленного списка, литовские туроператоры, тест-тур и новатурос, думаю, которые вы знаете, и, возможно, даже планировали свои путешествия посредством них, они отменили поездки в Болгарию и Румынию до 31 июля. А министр экономики и инноваций Литвы, в принципе, посоветовал задуматься, нужны ли людям поездки в данный момент. Но есть и другая новость, хорошая новость. Известная международная компания пассажирских перевозок Flixbus начнет перевозки между странами Балтии, Польши и Германии. На данный момент они запланировали 5 рейсов, поэтому вы можете съездить в те же страны Балтии, Германию или Польшу. Но Минздрав еще раз напоминает, что обязательно нужно оценивать риски в стране, в которую вы собираетесь поехать. Спасибо вам за ваше внимание. Надеюсь, что эта информация была вам полезной. Спасибо. Спасибо. Дим, скажи, а ты смотришь российские телеканалы? Скорее нет, чем да. И это скорее хорошо, потому что если бы ты, например, смотрел РТ, то теперь у тебя не было бы такой возможности. Да, действительно, было такое дело. Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российского телеканала РТ в Литве. Председатель комиссии Мантос Мартищус сказал, что представители канала не принимали участия в заседании. Это связано с тем, что запрет введен не из-за нарушений, а в связи с санкциями Евросоюза в отношении Дмитрия Киселева, под чьим фактическим управлением находится канал. Решение вступило в силу с 9 июля. По словам Мартищуса, оно, скорее всего, будет обжаловано. Ранее аналогичный запрет был введен и в Латвии. Россия уже отреагировала на данное решение, назвав его недружественным и направленным на борьбу с альтернативным мнением и свободой СМИ. Представитель посольства России по связям с прессой Александр Кудрявцев также назвал утверждение о том, что Киселев контролирует группу каналов Арти несоответствующими действительности. Глава Арти Маргарита Симоньян была жестче в оценках, назвав решение фантасмагорической тупостью. По ее мнению, власти Литвы перепутали два российских СМИ Арти и Россия сегодня. Отметим, что Дмитрий Киселев попал под санкции из-за важной роли в поддержку российской пропаганды аннексии Крыма в 2014 году, а также продолжающейся военной деятельности России на территории Украины. Европарламент принял пакет мобильности, который ужесточает правила деятельности перевозчиков. Литва и еще восемь стран были против его принятия. Наши перевозчики занимают большую долю рынка перевозок в Европе и опасаются, что их вытеснят западные европейцы. Какие теперь ждут изменения в связи с этим пакетом и почему Литва выступает против? Обновлены правила командировок водителей, их отдыха и доступа к рынку. Также грузовики будут обязаны каждые восемь недель возвращаться в страну регистрации. По мнению Европарламента и западных европейцев, это поможет бороться с регистрацией фиктивных компаний, которые пытаются снизить затраты. Они учреждают компании в одной стране, а действуют в другой. Литва не согласна с положением о возврате грузовиков и утверждает, что это повысит загрязнение на дорогах и ухудшит климатическую ситуацию. Президент и премьер-министр придерживаются позиции, что Литва должна до конца защищать интересы своих перевозчиков. 9 июля президент Литвы Гитанос Науседа провел годовую пресс-конференцию. Среди главных тем в ходе 45-минутного разговора с журналистами были взаимоотношения с Белоруссией и подход к формированию правительства после парламентских выборов 11 октября. Науседа сказал, что решение возобновления диалога с Белоруссией соответствовало изменению политики США и Евросоюза в отношении этой страны. Однако такой подход может быть пересмотрен. Говоря о будущем новом правительстве, президент пообещал быть принципиальным при его формировании. Он отметил, что критерии профессионализма, честности и порядочности были важны и в формировании действующего Кабмина. Однако действия некоторых политиков расходились с изначальными декларациями. Также Науседа выразил надежду, что будущий премьер будет не противовесом, а опорой президента в реализации озвученных ценностей. Литва 6 июля отмечала День коронации короля Миндугаса или День государства. По случаю праздника состоялось множество торжественных мероприятий, но самым главным было исполнение литовского гимна. На протяжении 12 лет, 6 июля, ровно в 9 часов вечера, жители Литвы и литовцы, живущие в разных частях света, исполняют гимн. В Литве национальная песня звучала у моста короля Миндугаса. Несмотря на дождь, там собралось множество людей, которых приветствовал президент Литвы Гитана Снауседа вместе с супругой Дианой. Напомним, что коронация Миндугаса состоялась в 1253 году. Король Миндугас объединил литовские земли и принял западное крещение, а с ним и короны из рук Папы Римского. Так была сформирована прозападная ориентация Литвы. Смотрел по телевизору прямую трансляцию исполнения гимна. Как всегда, это было потрясающее зрелище, но мне стало очень жалко детей, которые вынуждены были мокнуть под сильным дождем. Да, я тоже смотрела и скажу, что эта тема удостоилась отдельного обсуждения в СМИ и различных соцсетях. И даже президент Науседа во время своей пресс-конференции обратил на это внимание и иронично заметил, что, видимо, он виноват во всем. И в том, что не было крыши над сценой, и в том, что начался дождь, и в том, что не было достаточного количества дождевиков, и даже в том, что некоторые просто не захотели их надеть. Ну, Хор, кстати, ответил, что они не надели дождевики и отказались от зонтов, потому что это не соответствовало дресс-коду. А в воскресенье у наших соседей в Польше состоится второй тур президентских выборов. В нем за пост руководителя страны поборются действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы, кандидат от либеральной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский. Первый тур состоялся 28 июня. В нем действующему президенту удалось набрать почти 44%. За мэра Варшавы проголосовали чуть более 30% избирателей. О прогнозах, настроениях в польском обществе и о том, какие могут произойти изменения в отношениях с Литвой после выборов, мы более подробно сейчас поговорим с публицистом Александром Радченко. Здравствуйте, Александр. Прежде всего, хотелось бы спросить у вас, как у человека, пристально следящего за ситуацией в Польше, каков ваш прогноз на второй тур и что говорят экзитполы? Ну, знаете, честно говоря, по-моему, сегодня никто не решится прогнозировать исход этого второго тура президентских выборов в Польше. Кандидаты идут просто ноздря в ноздрю. Последний опрос общественного мнения, который мне довелось сегодня утром посмотреть, он показывает, что Рафал Тшасковский собирает где-то, то есть на него готовы голосовать 45% избирателей, на Анджио Дуду 44%, и вся борьба идет за те оставшиеся 11%, которые еще не определились со своими симпатиями. Если вы спрашиваете мое мнение, мое личное мнение, то я бы сказал, что Анджио Дуду имеет больше шансов в воскресенье выиграть эти президентские выборы, эту президентскую гонку, просто потому что ему достаточно собрать голоса, которые в первом туре ушли на ультраправого кандидата Кшиштова Босака. И он довольно умело вот эти все две недели провел такую кампанию под флагом такого националистического, даже, сказал бы, гомофобского такого ажиотажа. И я думаю, большинство этих избирателей все-таки проголосует на Анджио Дуду. А во внешней политике последуют ли какие-то улучшения отношений с Евросоюзом? Ведь мы видим, какие трения происходят при действующем президенте. Польша находится сегодня в какой-то изоляции в Евросоюзе. Отношения с Брюсселем довольно напряженные. Рафаул Шасковский неоднократно во время этой предвыборной гонки заявлял, что его основная цель – это нормализация этих отношений. И, несомненно, он имеет все шансы это сделать, потому что, ну, скажем, он является членом гражданской платформы, которая входит в Европейскую народную партию, то есть в самую большую партию в Европарламенте. И, опять же, он личный друг и соратник Дональда Туска, который имеет очень хорошую прессу на Западе Европы. Так что, несомненно, Рафаул Шасковский имеет все шансы, чтобы, ну, если не нормализировать, то улучшить отношения с Брюсселем и с Западной Европой. Еще один внешнеполитический вектор – это отношения с Россией. Они усложняются тем, что существуют разные трактовки истории Второй мировой войны. Как вы думаете, что изменится в этом направлении? Думаю, ничто не поменяется. То есть, несмотря на то, кто победит, Анджи Дуда или Рафаул Шасковский, в восточной политике, в политике в отношении России, у них довольно похожие позиции. Это все-таки прозападная евроатлантическая ориентация. Россия и для одного, и для другого кандидата является, ну, если не врагом, то соперником. Польша является также и нашим непосредственным соседом. У нас в последнее время наладились взаимоотношения между государствами. Есть немало совместных инициатив, заявлений, в частности, по той же БВС. Вот как вы думаете, изменятся ли эти отношения в зависимости от победы Шасковского либо Адуды? Опять же, я не думаю, что что-то изменится кардинально. То есть мы понимаем, что вот эта оттепель в литовско-польских отношениях, она появилась потому, что право и справедливость было изолировано в Евросоюзе, и им нужен был какой-то успех на внешнеполитической арене. И вот этим успехом стали как раз отношения с Литвой и их нормализация. Для Рафаула Шасковского, который, как я уже вспоминал, ориентируется более на Евросоюз, на Брюссель, на Берлин, на Париж, и который будет стараться нормализировать отношения с западными союзниками, невсомненно, Литва будет иметь намного меньшее значение. Но это не значит, что он будет стараться как-то ухудшить отношения с Литвой. Я думаю, все останется на довольно похожем уровне, несмотря на то, кто победит в президентской гонке. Ну и последний вопрос, Александр, он будет немного не по теме. Вот мы сейчас с вами находимся на том самом Лукишском пляже, который вызвал острые споры и большие дискуссии, докатившиеся даже до первых лиц. Вот на этой неделе здесь побывал президент Гитанос Науседа. Какое ваше отношение к этой идее вильнюсского самоуправления? Знаете, я довольно скептически оцениваю эту идею, просто потому что, ну, во-первых, это не пляж. Пляж это что-то, что находится на берегу реки, озера, моря, а где мы тут видим какой-нибудь источник воды. Но его нет просто. К тому же мне вообще не нравится, когда начинаются вот такие предвыборные игры вокруг того, как должен выглядеть город. Но с другой стороны, конечно, закон о площади Лукишкис – это еще больше абсурд. Это просто, ну, какой-то юридический нигилизм, я бы сказал. Субтитры сделал. Они отмечают, что в этом году заболеваний, вызываемых укусами клещей, в стране больше, чем в прошлом. А 2 июля в стране появилась первая жертва клещевого энцефалита. В Паневешской больнице скончался мужчина, который не был привит от болезни. Скажите, а вы привиты от болезни? Нет. Надо будет быть осторожнее. Возможно, стоит задуматься, да. На фоне этого Бюро здравоохранения Вильнюсского муниципалитета установило в парках 28 зеленых табличек со знаками «Защити меня! Проверь себя и других». Посредством этих табличек хотят привлечь внимание жителей и гостей к этой проблеме и показать, насколько это важно проверять себя после отдыха на природе. Таблички можно увидеть в Рибишке, Сверкай, Пучкоре и на прогулочных тропах, а также на городище в Новой Вильне и у Зеленых озер. Специалисты отмечают, что опасность постерегает не только в лесах, но и во всех зеленых городских зонах. Клещи распространяют две основных болезни – это лайма, вызываемая бактериями, и клещевой энцефалит, который появляется от вирусов. В прошлом году от клещевого энцефалита в Литве, к сожалению, скончали 6 человек. Грустно. Надо быть осторожным, наверное. И, конечно же, делать прививки. Спасибо за новость. После отдыха на природе обязательно проверяйте себя. И берегите себя. Всего доброго. Ну а 10 новостей на этом подошли к концу. Далее в рамках рубрики «Без маски» смотрите интервью с вице-министром экономики Литвы Екатериной Раякой. Ну а мы, Дмитрий Семенов и Ангелина Гудкова, прощаемся с вами до следующей пятницы. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова